Раз, два, три. У меня всё равно ассоциация, почему-то, когда ты пьёшь вот этот крепко заваренный чёрный чай, и не знаю, может даже не сейчас, а в 90-х годах, и едешь вот в этом поезде, в купе. Вот у меня когда-нибудь, я стояла, думала, у меня будет муж, не знаю, в общем, лет 18 было. Вот я им покуплю вот именно этот аромат. Всем привет, я Даша. И я Лена. И это канал просто о парфюме, где мы рассказываем про нишу и парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. Ну что, сегодня у нас, как обычно, интересная тема. Давно у нас не было этой подборки или как этого формата видео. Да, этой рубрики даже можно сказать. Сегодня у нас нота в ароматах. Ну, необычная нота. Такая чайная церемония, я бы назвала. Да. Нота чай. Сегодня мы попробуем чёрный, красный, белый, зелёный. Матчи тоже зелёный. Ну да. Ну, в общем, все разновидности чая. Ну что, поехали? Давай. Я начну. У меня в руках Эдемема. Мема. Уже новые флакончики, которые такие с матовым стеклом. Стало теперь видно, сколько там внутри осталось. Это уже плюс. Наверное, один из самых легендарных в них ароматов. Популярный, известный. Здесь зелёный чай, кожа и бергамот. Ну что, будем наносить? Ну, давай. Давай. Идеальный на лето. Да. Причём он красиво раскрывается как на женской коже, так и на мужской. И прям чай. Ну, поначалу прям цитрусы, зелень, чай, а в раскрытии появляется такая немножко грубая нотка кожи, я бы назвала. Да. Очень круто. Прям вкусно. Какой-то такой он. И вроде бы и понятный. Сейчас он ещё как-то намного красивее звучит. Может быть, да. Вроде бы и понятный, но вроде бы какой-то и очень дорогой, да? Либо с изменением флаконов чуть-чуть изменился аромат. Как будто ярче стал. И ещё красивее. Мягче стал, мне кажется. Да, мне кажется, наоборот, поярче. Ну, пишите в комментариях. Ну, помягче, то что кожа меньше, мне кажется. Может быть. Следующий аромат – это Bayreda Mixed Emotions. Здесь аж два вида чая. Это просто чай. Не знаю, что это значит, но, скорее всего, подразумевает чёрный чай, матая и приправленная такой чёрной смородиной. Как в деревне заварили чай. С чёрной смородиной. С листьями. С листьями, да. С листьями чёрной смородиной. Спрей. Необычный аромат. Не в кондиции, так сказать, Bayreda, не в их основном стиле. Ну, очень красивый. Очень необычный. Когда первый раз попробовала, я думаю, блин, мне вообще так нравятся Bayreda. Они всё такие женственные, да, в какой-то момент. А тут такое. Мне кажется, очень много неженственных. Ну, большинство популярных из них, мне кажется, как раз больше женственных. Но этот прям интересный. Мне кажется, даже таким сейчас немножко холодком каким-то верит. Как будто холодным чаем. Да, вот заварил чай уже, просто несколько часов, он постоял, настоялся и прям такой, да. Такой прям сильно заваренный, но прям прохладный. Вкусно. Наверное, чёрную смородину дают немножко. Или мат. Кисленько такую какую-то. Очень красиво. Так, следующий. С моей стороны просто какая-то классика. Аромат, который мы не единожды показывали, это Крит. Сам аромат называется Silver Mountain Water. Здесь зелёный чай, чёрная смородина и мускус. Тоже чёрная смородина с чаем. Частое явление, видимо. Но уже вообще немножко всё по-другому, всё более свежее, лёгкое. Более морской. Да. Потому что зелёный чай. Зелёный чай со смородиной, а тут чёрный чай. Я обычно говорю про этот аромат, что здесь цитрусы. Морские нотки. И морские нотки, да. Чтобы прям выделить чай. И до этого я, наверное, не выделяла там так ярко чай. Просто в составе вообще не указаны морские нотки, а само название говорит о себе, что он какой-то такой водянистый должен быть. Как-то освежающий, из горных рек. Так сказать, холодный. Вкусный аромат, который классно подходит на лето, на отдых. Красиво также и на мужской, и на женской коже. Мне кажется, мужчинам на лето это шлейф. Очень хороший, длинный. Единственное, по стойкости у Крида непонятно. Очень многое зависит от кожи. Да, капризный. Вообще ароматы у Крида очень капризные. Особенно вентус женский. Он абсолютно по-разному звучит на каждой коже. И вообще как будто вообще разный аромат всегда. Да. Капризная марка. Следующий аромат это от Вильгельм. Называется Диаполи. Мне кажется, он уже во многих подборках был. Такой классика. Он ближе по звучанию к Mixed Emotion для меня. Тоже чёрный чай. Только вместо чёрной смородины здесь бергамот и яблоко. Он намного мягче, чем Mixed Emotions. Да, прям. Он есть в моей коллекции. Один из любимых. Когда не знаешь, что на себя нанести, он прям всегда к месту. Ой. Настоящая такая чайная утренняя церемония. Я просто очень люблю чай Эрл Грей. Каждый день его пью. И для меня это прям... Да, после Mixed Emotions это очень-очень легко. Хотя вот если отдельно это послушать, это не будет казаться таким легким ароматом. А если друг за другом, он прям намного легче. Глоток свежего воздуха. И в меру сладкий. На моей коже тут прям совсем немножко есть нот как бы коры. Да, хотя вот так я её... Надо смотреть именно на кожу. Как у кого раскрывается. Ну, такой аромат на каждый день. В меру шлейфовый, в меру стойкий. Ни у кого не вызовет каких-то отрицательных таких эмоций. Эмоций, да. Так, следующий аромат. Мы его, мне кстати, вообще, кажется, редко показываем. И на YouTube канале, и вообще клиентам. Это Winter Palace от Mema. Мы про него вообще забыли. Ну да. Здесь апельсин, красный чай и толу-бальзам. Мемы так часто начали выпускать новинки, что уже предыдущие, их ароматы просто так дальше и дальше на полке уходят в сторону, и ты про них забываешь. Очень вкусно. Если честно, какое-то второе дыхание у этого аромата. Какое-то второе открытие произошло, мне кажется, когда мы готовились к этому видео. Красный чай, вот эта вот сластинка, каркаде. Я охотюсь спокойно к чаю. Вообще, ко всем видам. Ну, вкусно. Ну, тут каркаде какой-то, знаешь, такой прям чуть-чуть заваренный, потому что если он подольше постоит, как каркаде, он становится таким более терпким. Да. На вкус. Я еще чувствую апельсин и... Ой, какая-то... Вообще, когда вышла новинка, он для меня казался, что пахнет какой-то газировкой. Ну, есть что-то такое. Какой-то даже как будто... Или крем-сода, знаешь, какая-то такая газировка немножко даже. Да, я поняла, крем-сода, да. Пузырики даже. Да, но, когда ты понимаешь, что там чай, ты, конечно, ассоциативно начинаешь, думать, искать носом там этот чай, и думаешь, ну, так-то да, красный чай. Красота вот сластинку дает. Очень вкусно. Мне кажется, и на лето классно. На лето очень круто. Хотя Winter Palace. Ну, это в честь дворца. Да. Тяжелая артиллерия. Это маск Милана. Аромат называется русский чай. Необычный. Вообще, все время, когда название русский, там все время что-то такое прям жесткое. Мне кажется, так видят нас европейцы вообще. Все другие. Прям обидно становится. Какая-то прям жестокая нация. Да, кстати, и у Мэма русская кожа такая прям супер мужественная. И у Шанель тоже, не помню, в Курде-Руссах тоже русская кожа. У меня все равно ассоциации. Почему-то, когда ты пьешь вот этот крепко заваренный черный чай, и, не знаю, может, даже не сейчас, а в 90-х годах, и едешь вот в этом поезде. В купе. В этих железные подстаканники. Да, да, да. И вот это вот запах пояса, запах вот этих полок всего, и чая. Это вот заменителя кожаного, который уже не свежий, не новый. Ну, очень интересный аромат. Если честно, для меня он изначально был ароматом каких-то сухофруктов. Ну, он сейчас так пахнет, компотиком. Компотиком, да. Но вроде как чай. Я вот сейчас нашла носом, думаю, ну да, есть что-то такое. Цейланский? Ну, может быть, да. Просто какой-то... Или какой-то индийский. Какой-то настоявшийся. Очень необычно. Сырно уносит почему-то в 90-е вот этот компот в садике или в школе. Очень сладкий чай, кстати. Знаешь, вот это вот, когда в школе у нас была такая большая кастрюля, и там же сразу делали. И туда поварушкой наливали. И там же сразу всегда делали. Но это не только. Это вообще, по-моему, там, не знаю, с 20-х годов Советский Союз. Они уже сразу сахаром посыпали этот чай и сразу разливали его готовый. И вот мне кажется, что это какая-то сластинка там есть. Когда он уже остыл, но всё равно его все пьют. Следующий аромат, боже, с таким названием. Это Pierre Guillaume. Аромат называется Hyper... Нет, Hyper Essence Metal. Господи, сильно он называется. Всё, хочется по-английски это прочитать почему-то. Аромат очень необычный. Здесь чёрный чай, цитрус и перец. Для меня больше тут не чёрный чай, а вот этот Матте, который, знаешь, такой прям травянистый такой зелёный чай. Ну да, для меня тоже почему-то зелёный. Ну прям травянистый, не прям зелёный, а вот который прям куча трав разных, как в Матте. И цитрус, и цитрус я здесь слышу. Для меня он чисто мужской такой, мужской, классический, немного одеколонистый аромат. Да. Даже немножко напоминает что-нибудь, знаешь, как это лосьон после бритья. Кстати, да. Или там гель-ля-ду. Да, лосьон после бритья. Я вчера пробовала одеколон Паши. И я клянусь, есть какие-то схожие нотки, потому что он пахнет вот прям уходовым чем-то лосьоном для бритья. Ты где пришла это? История. Мы просто заказали другу, просто в подарок, знаешь, прикол. Его Паша зовут. Да, мы заказали одеколон Паша, и мы попробовали. Не противно, причём он пахнет, пахнет просто лосьоном. Реклама одеколона Паша. И это такой же. Вообще, ну не только, знаешь, нишевые ароматы пробовать, надо попробовать всё. Самых низов. Да. Там почему-то ещё на упаковке фотография какого-то американского актёра. Я вот этого не поняла. Там написано «Фабрика Новая Заря», там 1864 год, всё. Там одеколон Паша. И почему-то фотография какого-то американского актёра. Он не прыскается, наверное. Нет, он не прыскается. Нет, нет. Не помню. У меня дедушка такие пил. Удобно раньше было. Следующий аромат от Урми называется «Шёлк 19» Silk 19. Здесь уже идёт у нас белый чай с инжиром и жасмином. Вообще, больше чувствую инжир. Мне кажется, сам белый чай сам по себе дают какую-то такую свежесть. Мне кажется, что сам белый чай, вот как он сам по себе, он просто не сильный. Он же не такой... Он даже безвкусный, когда пьёшь. Ну да, да, он такой как водичка немножко с чем-то. Поэтому он, наверное, здесь на таких вторых ролях дают какую-то, может быть, водянистость даже. Ну свежесть какую-то даёт. Да, потому что инжир тут перебивает всё. Пытаешься в голове вычеркнуть инжир и представить белый чай с жасмином. Вообще, я, кстати, тоже люблю чай с жасмином. Очень вкусно. Я вообще так спокойно. Чайман такой. Но ароматы мне, в принципе, нравятся. На лето просто идеальный аромат. Такой свежий какой-то. С садом как будто бы пахнет. Сидишь за столиком в своём вишнёвом саду. Тут какой-то персик, как... Не персик. Как раз какие-то ноты ещё персика есть. Как фико и... Хотя до кириллоса. Вот эта вот нотка есть. Как будто инжир с персиком. Так, следующий аромат. Мне кажется, вы его уже знаете. Мы показывали его в предыдущем видео. Это Royal Power. Королевская сила. Это HFC. Здесь розовый перец, чёрный чай и табак. Понравился он нам. Ой, чёрный перец. Это вообще... Точнее, розовый. Чёрный чай и розовый перец. Розовый перец это... Твоя любовь. Моя любовь. Мне кажется, я могу вот так вот открыть ванночку и слушать это бесконечно. У него чуть-чуть такая сластинка, мне кажется, есть розовый перец. Ну, какая-то, да, такая. Не просто вот прям перец, как специя какой-то немножко есть в нём. Очень красивый. Прям чёрный-чёрный чай. Немножко даёт такую табачную ноту. Вот почему-то во многих ароматах чёрный чай для многих слышится, как табак. Тут он прям вместе с табаком. Очень прям, прям секси. Ну, прям мужской какой-то такой для меня, но очень привлекательный. Следующий тогда будет лучше этот. Давай. Аромат близкий к Ройл Пауэр. Это Арман Джейн Монтабака. Такой легендарный, классический аромат. Проблема с проскоками. Мне, кстати, Ройл Пауэр даже нравится намного больше. Вот мне тоже. Мне нравится, что перчинку вот эту добавили и стало прям идеально. Просто здесь лист табака, кардамон и чай. Тоже вкусно. И так как это делает Геза Шоу, то тут, конечно, есть молекулы. Молекулярные немножко. Но по мне он какой-то немного мыльный. А мне нравится. Когда я первый раз вообще познакомилась с ароматами Рорман Джейн, ещё тогда в ЦУМ я с ним познакомилась, я поняла, что Монтабака... Вот у меня когда-нибудь я стояла, думала, у меня будет муж. Не знаю, лет 18 было. Вот я им покуплю вот именно этот аромат. Он тогда стоил, наверное, вообще страшный денег. 30 тысяч на тот момент стоило. Это казалось просто страшные какие-то деньги. Ну, сейчас, мне кажется, почти столько же стоит. Смотря какой объём. Но мне казалось, что это прям мужской аромат. Хотя девушкам, женщинам он тоже очень нравится. И комплименты делают мужчины. Да. В последнее время это прям паломничество за этим ароматом. Мне кажется, он такой какой-то мягкий такой какой-то. Последний с Роял Пауэр. Там мужчина прям такой... Тут такой прям перчинка такая. А тут такой нежный. А тут такой на каждый день больше. В офис хорошо. Так, следующий аромат. Мне кажется, в самом красивом флаконе. И из этого бренда. Это The House of Food. И вообще то, что на столе стоит. Это The Time. Какой-то лёгкий после всего этого. Он лёгкий, да. Здесь чёрный чай, ромашка. Чай улун зелёный. Вот зелёный чай, я, наверное, больше как-то. И всё время путаюсь, какой тут чай. Микс. Микс. Микс чая. Это для меня самый чайный аромат, наверное. Наверное, да. Самый идеальный на лето. Самый лёгкий, ненавязчивый. Прям зелёный такой. Не сладкий. Очень крутой. Ты прям пробуешь и чувствуешь, вот чай. Если во всех остальных надо искать, что там ассоциации проводить. Здесь прям чай-чай. Хочу чай, беру его. Мне кажется, два самых чайных. Это он и Elden M. Мне кажется, ещё Mixed Emotions. Нет, ну там тоже поискать надо. Да? И мне кажется, я сразу вот там как-то... Для меня чай больше зелени, наверное, расценивается. Чёрный чай. А для меня прям чёрный такой, крепко заваренный. Как табачком. Ну да. Следующий аромат – это Armand Jane Champaka. Это прям противоположность мунтабака. В семье есть одна чемпака, а другая мунтабака. Другой мунтабака. После всех остальных его вообще почти не слышно. Я слышу только цитрусы. Вообще там чемпака, зелёный чай и фрезия. Фрезия даёт такую водянистую нежную нотку. Вот я не знаю, как пахнет чемпака, но, судя по звучанию, напоминает какой-то аромат мандарин. Да. Я обычно предлагаю этот аромат, когда просят что-то цитрусовое. Но тут ещё есть фрезия, поэтому он такой не прям однобок от цитрусового. Но вот чай, честно, как зелень какая-то там присутствует. Какие-то листики, может даже ещё не пригодные. Такой зелёный водянистый с мандарином. Ну да. Как-то так бы описал. Самолёгкость. Тоже классно на лето. Да. Лёгкость, женственность. Классно на лето, на жару. Такой без сложности. Мне кажется, самый несложный аромат из этой подборки. Да. Следующий аромат, честно, не знаю, как он вообще оказался в моих руках, а не в твоих. Это флорайку. Аромат, который называется романтично. Один зонтик на двоих. One umbrella for two. Вообще, мы всегда говорим про этот аромат, что это смородиновый кекс или пирог. Тарталетка. 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 Прям такой сладкий, чёрная смородина, чай, кедр. Но вчера, когда мы готовились к этому видео, мы поняли, что это не просто тарталетка. Это тарталетка с чаем. Это полный набор. С чёрным чаем. С сахаром, который идём. Да, это для сладкоежек. Для тех, кто пьёт сладкий чай, есть сладкое. Мне так нравится, что он почти никому не нравится. Пускай дальше никому не нравится. Плохой аромат не берите. Да. Буду я одна им пахнуть. Очень вкусно. Ну так, для сладкоежек. Людей, которые пьют сладкий чай, с чем-то сладким, повторюсь. Да. Следующий аромат. Не такая давняя новинка. От Монталь. Называется Blue Matcha. По-моему, я читала, что есть разновидность мачи. Есть, которая называется голубая мача. Она прям синяя. Но я не знаю, честно говоря, различает она как-то по вкусу от зелёной или нет. Просто тут тяжело ещё почувствовать какие-то чайные нотки, потому что тут вот эта ядерная нота Монтали. Какая-то мускусно-горьковатая. Да. Мы взяли этот аромат для любителей мачи как раз. Хоть, правда, явного какого-то отсылки именно к чаю мача тут нет. Тут сначала цитрусы. А потом всё это как-то смешивается в единую ноту. Для меня это всё смешалось. В общем, в Монтале написаны ноты, но их очень тяжело почувствовать в ароматах во многих. Мне кажется, так вот, когда роза, жасмина, мускус, роза, мускус, вот прям там, я всё слышу. Во всех остальных так... Ну всё как скомкалось в какую-то единую ноту. Тяжело разобрать по нотам. Вроде есть какая-то зелень чая. Ну вот эта вот горьковатость мачи вот этого порошка. Вообще мачи, она же должна быть такая молочная или нет? Подожди. Нет, ну вот, допустим, если ты сначала с водой разводишь, то она такая горьковатая, а потом ты добавляешь в неё именно молоко, да. У меня просто ссоциация всё время, что она какая-то молочно-зелёная. Может быть, это листики ещё? Не знаю. Вот такое сложное... Название есть мачи, так что он в этой подборке. Но мы ничего не чувствуем. Подытожила. Следующий аромат – это минт, называется Neon Night. Такой смок аж по ушам вредит. Ужас. Извиняюсь. Если что, это не помехи в микрофоне. Что можете сказать про этот аромат? Зелёный чай. Зелёный чай, бергамот, мандарин. Я почувствовала мандарин. Я вообще мандарин не чувствую. Я чувствую горький бергамот и зелень. Мне кажется, есть чуть-чуть мандарин какая-то, с ластинка. Ну-ка, попробую ещё раз. Сейчас есть. Небольшая совсем. Не обращайте внимания на мандарин. Это некоторый мандарин, Новый год. Не буду брать мандарин. Нет, нет, нет. Ну, прям зелёный чай такой. За уши притянутый. Есть какая-то зелень? Вот если это... Ну, я вижу его на мужчине больше. Какой-то такой лёгкий спортивный мужской аромат. Вот как раз на лето, мне кажется, да. Да, кстати, лёгкий спортивный мужской аромат. Тоже что-то такое от лосьона для бритья, после бритья. Да? Что-то такое ухода. От лосьона всего от бритья. Ну, для бритья, да. От бритья. Чтобы не брился. Следующий аромат – это Лилаба Матча 26. Уже грустно становится. Со стола ударом уходит и Лилаба. Так что, если хотите какой-то аромат приобрести, советую ему как можно быстрее купить его, потому что исчезают с полок, и в ближайшее время, скорее всего, точно не будет. Да. Один из, наверное, самых классных брендов – Лилаба. Ну, может, здесь синжир? Да, ну, если чай, то он тоже не знает. Ну, потом какая-то… Я поняла, что этот аромат очень зависит от погоды. Когда мы попробовали, по-моему, была зима. Насколько я помню, он вышел зимой. После новогодних праздников. Вот прям для меня четко была мача. А сейчас – лето, жара, инжир. Мне кажется, он именно от погоды зависит. Мне кажется, он ближе даже к Уруми. Ну, верно. У меня Уруми потерялся, смотри. Мача перебил. Мне кажется, он прям такой метеозависимый. Я не могу понять, там больше… Такое ощущение, что там больше черный чай, чем зеленый. Сейчас я инжир у меня ушел. Куда? Не знаю. Подыши подольше. Поглубже. Нет, не надо. Это гипервентиляция легких. Все плохо станет. Мне кажется, он прям такой необычный. Но чай там есть, но он где-то вот зарылся сейчас далеко. В теплое время он куда-то ушел. Да. Черный чай, мне кажется, все равно больше зимой звучит. Выделяется больше. Зимой он такой… Погрубее, да. Ну что, надеемся, что эта подборка была для вас полезной. Пишите в комментариях, как вы относитесь к чаю в ароматах. Хотите ли вы попробовать что-то с нотой чая, что-то новое, необычное, интересное? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите наших новых видео. Пока. Пока.